Православные верующие встречают Прощенное Воскресенье. Религия и мировоззрение. Православные верующие встречают Прощенное Воскресенье. Полночь. 36. Рия Новости. Сергей Пятаков. Патриаршие служения в Прощенное Воскресенье. Архивное фото. Рия Новости. Сергей Пятаков. Патриаршие служения в Прощенное Воскресенье. Архивное фото. Москва. 10 мар. Рия Новости. Православные верующие в последний день перед Великим постом прощенное воскресенье просят друг у друга прощения В этот день во всех храмах Русской Православной Церкви во время богослужения совершается особый чин прощения, во время которого священники благословляют прихожан на предстоящий многодневный пост Патриарх Московский и все Руси Кирилл в воскресенье утром совершит чин великого освящения храма 40 мучеников Севастейских в Спасской Слободе Москвы и Божественную Литургию в нем, а вечером вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя 20 февраля, 16.30 Опрос выявил повышение доверия россиян патриарху Кириллу В этот день Церковь вспоминает события, положившие начало земной истории человечества и изгнания праца Адама из рая Поэтому второе название прощенного воскресенья Адамова изгнания В воскресенье также заканчивается масленица последней подготовительной недели перед Великим постом, во время которой верующие не едят мясо, а употребляют в пищу рыбу и молочные продукты Чин прощения после вечернего богослужения является замечательным призывом Церкви ко всем людям простить обидчика и самому и спросить прощения у того, кого обидел Но совсем неплохо, что мы обращаемся с подобными словами о прощении к тем, с кем у нас нет явного конфликта Это хорошо, потому что неизвестно, что происходит в сознании того человека, которого мы никак не считаем своим противником, врагом, кому не испытываем отрицательных чувств Ведь может оказаться, что другой человек, неведомо для нас, испытывает такие чувства Поэтому, испрашивая прощения у людей, с которыми мы как бы не находимся в ссоре или в конфликте, мы помогаем им освободиться от таких мыслей Сказал Патриарх в проповеди на прощенное воскресенье, вчера, 16-18 В РПЦ призвали просить прощения через совершение добрых дел По его словам, Церковь придает особое значение чину прощения и призывает, чтобы это прощение не было формальным, но чтобы оно действительно явилось сознательным актом нашего свободного волеизъявления, направленным на то, чтобы исполнить волю Божию и простить другого с тем, чтобы и Господь простил нас Предстоящий Великий пост, отметил Патриарх, является совершенно особым временем для человека возвращения в рай, возвращения к общению с Богом Пост дает нам возможность переусмыслить свою жизнь, подвергнуть свои мысли и делать тщательному анализу, посмотреть, где мы находимся в системе координат Бог и человек, сказал Патриарх Продолжение следует...